С докладом выступила заместитель главы курорта Людмила Гузенко. Она сообщила, что при подготовке общеобразовательных учреждений к учебному году особое внимание уделяли вопросам безопасности. Все 100% учреждений оборудованы пожарной сигнализацией, тревожными кнопками ограждены по периметру. Начиная со 2 сентября во всех классах пройдут плановые учения по эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Принимаются меры по установке системы видеонаблюдения по периметру территории зданий образовательных учреждений. Проводится обследование чердачных и подвальных помещений, гаражей, мастерских и иных помещений, расположенных на территории образовательных учреждений. Заместитель начальника отдела МВД по городу курорта Анапа Андрей Раб доложил, в день знания обеспечивать безопасность в учебных заведениях будут 248 человек. За каждым учреждением закреплены сотрудники полиции. Первая проверка школьных зданий уже прошла. Повторная намечена на 25-26 августа. Мы будем требовать от руководства образовательных учреждений, я буду объяснять о том, что вход в школы и учреждения является контрольно-пропускным, осуществлять его должен не сторож, а лицензированный охранник частного охранной организации. То есть пропускной и внутриобъектовый режим должна осуществлять частная охранная организация. Сергей Сергеев добавил, что сотрудники частных охранных предприятий могут оказать серьезную помощь руководителям учебных заведений. Главное, чтобы они со всей ответственностью относились к своим обязанностям. Брать деньги с родителей, я считаю, это неправильно. Сегодня надо делать следующий шаг. Наши обязательства должны обеспечить безопасность детей. Мы их забираем из семьи на обучение, вот там, где мы их держим, там, где обучаем, там у нас будет безопасность. Заместитель начальника отдела Государственного пожарного надзора Борис Чичкало рассказал, весь инспекторский состав закреплен за учебными заведениями. Сотрудники провели обследование, выявили ряд нарушений. В настоящее время их исправляют. Начальник отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева доложила, качество питьевой воды во всех школах соответствует нормативам. В пищеблоках сделали ремонт, закупили оборудование. В новом учебном году особое внимание уделят обеспечению эпидемиологической безопасности. С целью выявления возможных инфекционных больных с 1 по 6 сентября проведут ежедневные утренние медицинские фильтры учащихся начальной школы. Все 100% детей будут осмотрены на предмет заболевания педикулезами-чесоткой. А на 3 сентября в школах запланированы уроки здоровья. Подводя итоги Совета безопасности, мэр Анапы Сергей Сергеев отметил, принятые меры позволят открыть и провести новый учебный год без происшествий. Алина Гумерова, Антон Чистяков, Анапа. Регион.